Добрый день! Зовут меня Олег, фамилия моя Буйновский. Заканчивал я Гродненский аграрный университет, закончил его с отличием. По образованию я агроном-агрохимик, потом заканчивал с 2001 по 2004 аспирантуру в нашей Академии наук, писал диссертацию по интеркалярным вставкам на Яблоне в Институте плодоводства. Ну и как бы вот с 2004 года практикую, учусь, обучаю и сам обучаюсь. Имею практически и теоретически большой багаж знаний, ну и, надеюсь, и опыта. Но я правильно понимаю, что ты оказываешь услуги консультационные, ты выезжаешь на объекты к людям, которые выращивают свои сады. Так, коротко тоже о том, что ты делаешь для людей, чтобы наши подписчики могли познакомиться и, может быть, даже воспользоваться твоими услугами. Я специалист по садоводству, это мой конек, плюс оказываю услуги садовника. Оказываю как консультационные услуги, то есть, если у вас что-то заболело, что-то на вас напало, на ваши растения, их там точит, объедает или наоборот, вы получили садовый участок, купили в наследство и вам надо что-то посадить. То есть, можно приехать, помочь, выбрать место для посадки, а также, чтобы вас не развели, и когда вы приедете в питомник, могу оказаться в действии выбора правильного посадочного материала, а также во всех уходных работ, начиная с весны и по зиму. Провожу мастер-классы по обрезке, сам выполняю обрезку сада, декоративных растений, хвойных растений. Ну, все, что касается с растениями, это ко мне. Отлично. Ну, а теперь перейдем к сути. Есть несколько важных тем, которые наши покупатели и подписчики вот сейчас осенью спрашивают, задают вопросы, актуальные, болезненные вопросы, темы, на которые мы не всегда знаем ответы. Начнем с удобрений. Гуминовые удобрения и вообще удобрения сейчас осенью. Какого рода проблемами страдает наш сад и чем могут помочь гуминовые удобрения? Гуминовые удобрения хороши тем, что они органического происхождения, поэтому в обязательном порядке должны быть в аптечке каждого дачника, садовника, садовода, всех, кто работает с растениями. Как в доме, кто занимается культурными цветочками, так в теплице, в саду, везде. Мы используем препараты, которые содержат гуминовые фулевые кислоты. Они хороши тем, что не вызывают никакого привыкания. Они натурального происхождения. Могут идти в комплекте, использоваться с минеральными удобрениями. Причем минеральных удобрений тогда уменьшаем минимум на 30%. Потому что гуминовые удобрения, они синергисты, то бишь усиливают действие совместно примененных удобрений, препаратов. То есть в конечном итоге мы вносим меньше химии, получаем чистый урожай. И без нитратных. Если бы это был вегетационный сезон, начался весна-лето, то мы бы уменьшили количество того же азота и получили бы без нитратную продукцию, то есть экологически чистую продукцию. Поэтому очень часто гуминовые удобрения используют в экохозяйствах. Потому что они оказывают большое влияние ввиду своей востребованности как почвой, как почвенной миклофлорой, так же и самими растениями. Ее можно использовать гуминовые удобрения на протяжении всего сезона. Начиная с зимы, когда мы замачиваем семена, потом рассада, потом течение вегетации. И по осени сейчас тоже они будут актуальны. Когда? Первое, это когда мы сейчас будем заниматься посадкой сада. Обязательно, помимо внесения удобрений в посадочную яму, весьма-весьма будет позитивно, полезно, если мы при поливе будем использовать органические удобрения. Для чего? Потому что одна из функций гуминовых удобрений – это снижение стресса. При пересадке растений с одной точки во второй, как и люди при переезде используют стресс, так и растения. Поэтому гуминовые удобрения, например, препарат Вермикс, он нивелирует стрессовые ситуации, поможет растению быстрее адаптироваться и выйти, прижиться к новому месту. Поэтому обязательно рекомендую не просто поливать водичкой, а добавлять в воду гуминовое удобрение. Это первое. Второе. Что касается, если актуально, это кто занимается посевом злаковых, которые озимая рожь, озимая пшеница, именно для ускорения прорастания. Очень хорошо замачивать семена. Как я говорил весной, но у нас есть яровые и озимы, поэтому актуально для озимых культур. Это второе. Третье. Можно продлить выращивание огурцов и томатов в теплице. При использовании гуминовых удобрений на месяц, а то и на два, можно продлить их вегетационный период. Поэтому вы можете еще в ноябре, если у вас хорошенькая тепличка, то спокойно можете еще в ноябре кушать урожай тех же томатов. Еще такой момент, что касается, если вернуться к огороду, обработка сортов капусты, поздних сортов капусты, которые закладываются на хранение. Они лучше тогда хранятся и, в принципе, опять же, снижается пестицидная нагрузка, отлично хранятся, и потом эти кочаны отлично оквасятся. Поэтому в обязательном порядке обрабатываем, вносим и подплодовые кустарники, и подплодовый сад. То есть везде, особенно если будете делать влагозарядковый полив, тоже не помешает внести немного гуминовых удобрений. А скажи, пожалуйста, правильно ли мы понимаем, что вообще переход на органическое земледелие и использование не химии, а естественных каких-то комплексов, профилактики с болезнями и так далее, это имеет какой-то пролонгированный эффект. То есть мы не то, чтобы что-то сейчас сделали, получили какой-то сразу вау-эффект и забыли, а вот мы занимаемся несколько лет оздоравливанием нашей почвы, нашего сада. Есть такие эффекты, если мы переходим в эту плоскость земледелия? Конечно, очень большое влияние оказывает гуминовые удобрения на почву, на почвенную микрофлору, потому что внесение наших трех столпов, это азота, фосфора и калия в виде минеральных удобрений, к сожалению, не все усваивается растениями, а азотные калии, они быстро вымываются из почвы, фосфорные удобрения переходят в трудноусвояемые, и, соответственно, нарушается почвенный баланс. Агуминовые удобрения активируют почвенную микрофлору, они позволяют поддерживать этот баланс азота, фосфора, калия в почве. Растениям проще добывать эти питательные вещества из почвы, и плюс, если мы говорим за органическое земледелие, к сожалению, да, это не быстрый эффект, что, например, мы внесли мочевину и начало расти, а вот если мы занимаемся, надо понимать, что, когда мы работаем с органическими препаратами, с биопрепаратами, что одномоментного эффекта не будет, он будет эффект накопительный. То есть, если мы будем постоянно вносить в почву, например, гуминовое удобрение, то со временем почва будет оздоравливаться, будет активизироваться почвенная микрофлора, и в конечном итоге... Да, совершенно верно, только не, грубо говоря, не завтра, а через год, через два, где-то через три. Это основы есть, вот сейчас у нас, как мы знаем, в Европе все переходят за эко, без химии, так вот как раз-таки есть подготовительный период, что нельзя, вот вы взяли, например, в аренду, вам дали почву, и вы решили, что завтра у вас это экохозяйство, и вы получите этот эко-сертификат, к сожалению, так не будет, что вы сегодня получили, завтра вам выдали сертификат. Нет, у вас обязательно комиссия, которая выдает сертификат, и спросит, когда вы получили, сколько лет, последний раз, была внесена химия, и, естественно, помощь гуминовых удобрений поможет уменьшить этот период, очистить почву и получить конечный чистый урожай.